Чтобы подойти к такой значительной в масштабах комбината цифры 70 миллионов тонн стали, металлургам понадобилось 32 года напряженной работы, связанной с техническим перевооружением производства и увеличением объемов выплавки. Поэтому ночь на 5 октября стала новой страницей летописи Оскольского электрометаллургического комбината. Выплавка была технологической бригаде номер один, старший мастер смены под руководством старшего мастера смены Чернова Кирилла Александровича. Выплавка попала на четвертую печи, происходила этой плавки. Сталевар исполнял обязанности Сергея Чепелев, молодой, и мастер печей Николай Байчук. То есть получился сплав молодости и опыта. Это была среднеуглеродистая марка стали 39,67, аналог стали 35. Дальше обрабатывался на внепечной обработке. Также мастер, уже опытный, Александр Фомин обрабатывал ее. И исполняющий обязанности Сталевара Александр Прокопов. Мы вот в этом году закончили реконструкцию, которая приведет к тому, что мы выплавим в этом году 3,5 млн. Это больше проектной мощности на 2,1 млн. Это очень много. И за один год это не делаются, такие реконструкции. Это подтверждает о том, что у нас очень удачный проект нашего комбината. Напомним, в 1995 году в СПЦ были запущены АКОС номер 1 и номер 2. В 2003-м на печах установили газокислородные горелки. Следующим этапом реконструкции стало строительство новой станции по производству кислорода. На всех четырех ДСП были смонтированы трансформаторы по 105 мВА. В июне 2013 года на третьей и четвертой электропичах СПЦ была введена первая очередь модернизируемой газоочистки. В 2016 году в цехе завершили крупный инвестиционный проект, запустив вторую очередь системы отходящих газов на первой и второй электропичах. Программа техперевооружения в СПЦ была выполнена в полном объеме. Юбилейная 70-миллионная тонна стали разлита на вновь отремонтированный в машине непрерывного литья заготовок номер 2. В конце сентября месяца мы производили ремонт на основных агрегатах цеха. Первое – это ДСП номер 3 и МНЛЗ номер 2. ДСП номер 3 ремонт мы выполнили за 5 суток. благодаря организации предварительной подготовки и слаженности всех служб. И МНЛЗ номер 2 мы выполнили капитальный ремонт за 10 с половиной суток. В ремонте участвовали у нас, естественно, службы цеха и комбината. Подрядные организации, помимо цехов ЭРЦ и ЦРМО, еще были наши подрядчики ОМСМ. Ремонты выполнены в полном объеме. Все, что мы планировали, мы сделали. Были заменены основные узлы и агрегаты. На ДСП был поменен опорно-поворотный подшипник колонны полупортала, корпус, поди на печи, свод печи. По МНЛЗ основными работами явилась замена роликовых секций по всем четырем ручьям. И основное – это замена тянущепровильной машины, которую мы отремонтировали предварительно в ЦРМО. То есть все работы выполнили вовремя и в хорошем качестве. Все работы производятся с целью бесперебойного выполнения производственных задач предприятия. Непростая ситуация в отрасли не отменяет планов компании «Металл Инвест» по модернизации производства. Поддержка работоспособности оборудования, своевременное обновление технической оснастки производства и квалифицированное обслуживание важных агрегатов – это три кита, на которых стоит самый важный цех в технологической цепочке Оскольского электрометаллургического комбината.